всем добрый день дорогие друзья клуб юго-восточной азии сами бы очень рад приветствовать вас на нашем мероприятии у нас сегодня в гостях консультант торгового представительства россии в таиланде николай шаряев здравствуйте николай мы очень рады вас приветствовать и передаю вам слово добрый день всем всем привет мне тоже очень приятно присутствовать здесь мне очень приятно что вы меня позвали с вами пообщаться выступить и сайт очень уважаемые учреждения и я к сожалению раньше никогда участие в мероприятиях вашего клуба не принимал поэтому надеюсь что это начало будем с вами сотрудничать работать я подготовил небольшую презентацию не знаю насколько вам будет интересно слушать долгое выступление поэтому я думаю что я в общих чертах и вкратце расскажу вам про российско-таиландские торгово-экономические отношения пару слов о таиланде в целом так секундочку сейчас я подключу презентацию а мне пишет зум что организатор отключил демонстрацию экрана участников я не знаю к сожалению насколько вообще я выяснил что два человека уже аудитории занимаются таиландом профессионально у вас то есть изучает тайский язык специализируется на политологии таиланда вот я думаю что остальные ребята тоже поскольку занимаются юго-восточной азии имеют представления какие-то о стране но тем не менее я подготовил небольшой квиз интерактивный давайте попробуем ответить на вопрос я вам задам три вопроса вы попытаетесь ответить на них правильно первый вопрос достаточно простой какой год сейчас в таиланде 2 тысячи пятьсот шестьдесят пятый а не 2022 вы знаете ну по буддийскому летоисчислению другой год ну да да ну а почему именно как с какой даты отчитывается чтобы что случилось 2565 лет назад он дошел в нирвану да 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 правильно то есть это ну считается что 2565 лет назад будда как он не умер да но перестал перестал жить так сказать будет вопрос наверное немножко посложнее не так много известных тайцев в мире есть тем не менее современном искусстве довольно популярные фигуры знаете ли вы кто этот человек николай у вас презентация не листается поэтому мы не листается нет нет мы только первый слайд видим а уж какой будете запустить демонстрацию прям вот всего экрана не отдельно слайда с презентации то есть не только окна с powerpoint у всего экрана тогда листаться вот секунду 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 и так не видите тоже ничего вот сейчас первый слайд первый слайд секунду ловите вот так видно экран весьма наверное да давайте по презентации пойдем вот да все хорошо да отлично значит вы правильно ответили сейчас 2565 год знаете ли вы вот этого человека да это тайский режиссер трудно произносим именем помните как его зовут то еще плюс будет ну ладно а пища тапхун а вот и и и и и и и дальше я как-то не помню а пища тапхун его зовут обычно по-русски вот так пишут я татьяне немножко по-другому произносят кстати тайцы сами с вами и никто не помнит как его зовут в таиланде он малоизвестен мало популярен потому что здесь все таки массовая культура такой кинематограф не очень жалует а вот просто самый простой вопрос наверное эти многие даже не занимается таиландом транспорта очень распространенный таиланде и в других странах юго-восточной азии там 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 уже видно все название в общем да это тук-тук если кто-то знал то он тоже вам плюсик тогда давайте дальше пойдем по презентации краткие характеристики королевский талан вы наверное все знаете что это государство которое расположено на вы надо китая фактически по центру полуострова граничит с мьянмой лавосом камбоджей и малайзией довольно большое население у страны 70 миллионов человек вообще надо сказать что если мы сегодня будем говорить про экономику это довольно важный фактор потому что население количество населения определяет и объемы рынка поэтому когда компания и российский бизнес и бизнес других стран определяет имеет ли смысл выходить со своей продукции на рынок какой-то страны то обязательно смотрят на население и на покупательную способность населения таиланд в этом плане страна достаточно перспективная и благоприятная потому что население здесь 70 миллионов человек по разным оценкам оно либо практически не увеличивается сейчас либо растет очень медленно в принципе можно сказать что таиланд совершает демографический переход сейчас и по своей демографии достаточно похож на европейские страны становится в отличие от своих соседей от мьянмы от лаоса камбоджи от вьетнама население таиланда стареет это одна из самых быстро стареющих стран в юго-восточной азии несмотря на это несмотря на это несмотря на это в таиланде довольно хорошо развит потребительский рынок и население обладает возможностью покупать потребительские товары я бы даже сказал что здесь потребление развито намного лучше чем в нашей стране в россии и и некоторые мои коллеги даже говорят что таиланд это такое совершенное общество потребления так смотрим дальше несколько слов про политическое устройство в таиланде вы наверное знаете что это конституционная монархия 1932 году в таиланде произошла революция довольно мягко произошла и после этого была принята конституция которая ограничила власть монархии однако позже после завершения второй мировой войны и ориентации таиланда на соединенные штаты америки роль монархии начала очень сильно расти авторитет монархии в таиланде до последнего времени был очень высоким тем не менее в стране на протяжении всего двадцатого века происходило регулярно происходили военные перевороты таиланд занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству совершенных военных переворотов последний такой переворот произошел в 2014 году так секундочку да про монархию еще пару слов вот собственно картинка это бывший король таиланда очень известный и популярный в стране рама девятый и несколько лет назад после своей смерти власть после его смерти власть перешла к сыну раме десятому у них тоже очень сложные и трудно произносимые имена для иностранцев дуле дед пхумикон и маха вачалланкон ну надо сказать что между этими монархами существует пропасть в восприятии собственным населением рама девятый правил дольше любого другого монарха в двадцатом веке по моему он там уступает только королеве виктории за всю историю человечества и он пользовался безумной популярностью он считалось что он настоящий отец нации он инициировал множество так называемых королевских проектов которые были призваны помочь облегчить жизнь сельскому населению и таким образом во многом монархия в Таиланде она смогла сохраниться в шестидесятые и семидесятые годы когда во всех других странах региона огромную популярность набирали коммунистические движения и в самом Таиланде долгое время были повстанцы с ними велась борьба однако в силу ряда причин и обстоятельств в том числе популярности правителя Таиланда короля революционные идеи они так и так и не возобладали монархия сохранилась до сих пор однако несмотря на это сейчас все чаще в обществе Таиланда поднимается вопрос о том что роль монархии следует пересмотреть последние годы не утихают протесты и отчасти они связаны еще и с тем что новый король Таиланда Рамы X не пользуется даже близко этой популярностью которой обладал его отец многие говорят о закате монархии в Таиланде и начиная с 14 года ну здесь уже здесь давно уже много десятилетий действует статья за оскорбление величества ВЗ МАЧСТ но начиная с 14 года люди начали давать реальные сроки в принципе это со стороны наблюдателя выглядит именно как беспомощность власти перед нарастающей перед нарастающим недовольством общества и последний год просто если говорить про какие-то бытовые наблюдения очень заметно как тайцы начинают по-новому относиться к своей политической системе дело в том что в кинотеатрах Таиланда всегда перед началом фильма играет королевский гимн и принято вставать во время королевского гимна я помню когда я только приехал сюда 4 года назад если даже иностранец во время королевского гимна не встает и не проявляет уважение к королю то на него косо смотрели и вообще было такое ощущение что это не приветствуется что таким образом ты оскорбляешь тайскую нацию сейчас ситуация радикально изменилась это случилось буквально за последний год сейчас тайцы демонстративно в кинотеатрах не встают во время королевского гимна если кто-то встает как раз на него смотрят косыми взглядами и в общем-то воспринимают как человека который неправ который как-то придает наверное общественное настроение посмотрим как будет развиваться ситуация как я уже раньше сказал в истории политических военных переворотов как правило эти перевороты были поддержаны монархией совершались они на словах заговорщиков для того чтобы поддержать монархию и в принципе это стало одним из выходов из политических кризисов которые время от времени происходят в стране последний раз такое было в четырнадцатом году военная хунта во главе с генералом проютом чаначой собственно фотография с того периода после этого военная хунта себя так называть не очень хотела и они довольно быстро начали одеваться в красивые дорогие костюмы сменив военные кители и называть себя гражданскими должностями ну в частности проют чанача из генерала и предпредводителя военных превратился в премьер-министр страны коим он остается до сих пор в девятнадцатом году в Таиланде прошли выборы победила право властная партия Паванфар Чарат и в принципе сейчас стоит вопрос о том чтобы в следующем году когда будут проходить очередные выборы эта партия удержалась у власти хотя общественные опросы общественного мнения показывают что это маловероятно но тут на стороне Таиланда на стороне правящей партии выступает конституция страны многие демократические партии Таиланда призывают ее изменить дело в том что сейчас в парламенте страны который потом избирает премьер-министра 750 человек из них 500 человек это вот здание парламента Таиланда из них 500 человек избираются населением это нижняя палата парламента а верхняя палата парламента состоят из 250 сенаторов и по конституции 250 сенаторов назначаются армией вооруженными силами Таиланда ну то есть фактически правящей партии это все верные проюту и его соратникам люди которые безусловно они поддерживают все его решения и если сравнивать с другими странами региона то на ум приходит Мьянма где тоже власти военные где они там долгая история правления военных но даже там по конституции военные имеют в парламенте постоянное представительство из 25 процентов от общего числа депутатов а в Таиланде это по сути треть поэтому тоже интересно как будет в следующем году развиваться ситуация в политической системе Таиланда я вас призываю смотреть недавно прошли выборы на Филиппинах это было главное наверное политическое событие Юго-Восточной Азии первой половины этого года а вот в следующем году я думаю будет очень интересно посмотреть что случится в Таиланде здесь оппозиция не дремлет и с большой долей вероятности ну если не победит на выборах то по крайней мере получит какое-то большое количество голосов нынешняя сейчас не обману дочка дочка токсины Чиновата бывший премьер-министр страны после него правила его сестра вот сейчас продолжение династии точно так же как и на Филиппинах вот Маркас победил здесь есть возможность что династия Чиноватов опять придет к власти вот краткое описание экономики Таиланда в принципе в принципе наверное надо сказать что экономика Таиланда зависит от трех основных секторов это сельское хозяйство это промышленность и это туризм по разным оценкам разные доли в ВВП страны занимают эти отрасли я к сожалению не могу вам сейчас точно дать цифры конечно там растет сфера услуг сельское хозяйство как правило дает там какие-то небольшие проценты сейчас по расчетным показателям но на самом деле не стоит преуменьшать его роль Таиланда является агропромышленной страной агроиндустриальной страной точнее сказать здесь огромную роль играют эти два сектора значительная часть населения занята именно в сельском хозяйстве не очень квалифицированный труд особенно речь когда идет о северо-востоке так называемом регионе Исан самым бедным и самым населенным Таиланде огромное количество фермеров причем там земля не очень плодородная это вызывает проблемы для населения тем не менее Таиланд один из крупнейших производителей экспортеров риса тропических фруктов некоторых видов орехов кроме того в Таиланде очень хорошо развито производство мясной продукции ну в первую очередь куриновое мясо мясо птицы и свинины вот но помимо этого Таиланд на контрасте еще является промышленным достаточно промышленно достаточно развитым государством это один из крупнейших мировых производителей автомобильной техники и запчастей к автомобилям кроме того здесь собирается довольно большое количество бытовой техники электроники различных мировых брендов в Таиланде большое количество накопителей собирается поэтому если вы увидите на своем жестком диске или на флешке надпись Made in Thailand не удивляйтесь это действительно один из крупнейших производителей вот ну и конечно же туризм вообще сфера услуг связанная с туризмом в Таиланде играет огромную роль если я не ошибаюсь то 20% ВВП страны то есть одна пятая часть приходится именно на туризм причем на въездной туризм на иностранных туристов по-моему от 8 до 12% приходится можно сказать что 10% всего ВВП Таиланда это иностранцы которые приезжают сюда на курорты тратят деньги ходят в рестораны и так далее до ковида Таиланд был очень популярным направлением Бангкок занимал второе место в мире по посещению иностранцами после Парижа то есть это был один из самых посещаемых городов мира всего в год приезжало около 40 миллионов человек больше всего сюда приезжают китайцы китайские туристы если говорить про Россию то из России в Таиланд ежегодно приезжало порядка полутора миллионов человек там 1,4 миллиона и при этом наши туристы занимали лидирующие позиции по по тратам то есть по-моему там то ли первое то ли второе место после китайцев по потраченным деньгам на душу въездного туриста представляли поэтому для тайцев очень важна Россия с точки зрения привлечения туристов к сожалению из-за ковида ситуация довольно серьезно изменилась сейчас последние два года практически не было туристов ну то есть речь шла там о десятках тысяч человек какие-то периоды времени там сотнях тысяч в год по-моему то есть на фоне сорока миллионов это просто ничтожное мало и в этом году тайское правительство подликует цифры прогнозные четыре пять иногда шесть миллионов человек если даже эти цифры будут достигнуты в чем есть сомнения понятно что это всего лишь десять процентов или около десяти процентов вот до ковидных показателей вот ну на картинке на слайде вы видите информацию о ввп страны здесь сейчас надо отметить растет инфляция а ввп растет очень небольшими темпами оно этот показатель головой внутренний продукт развивался до ковидный период после некоторого спада из революционных событий 14-го года однако в период ковида он очень сильно упал ввп страны и сейчас растет небольшими темпами в том числе из-за проблем которые вот связаны с последним кризисом между Россией и Украиной в Таиланде к этому достаточно чувствительно относится но об этом я поподробнее попозже скажу вот а так можно сказать что в Таиланде в экономике Таиланда сейчас наблюдается ситуация которую мы можем назвать как стагфляция то есть медленный рост стагнация и увеличение цен на потребительские товары то есть в стране развивается инфляция вообще если говорить про проблемы с которыми сталкивается экономика Таиланда я бы выделил наверное две которые влияют на развитие страны во-первых это задолженность домохозяйств одна из самых высоких в Таиланде в регионе здесь во время ковида где люди остались без средств к существованию хотя на самом деле надо сказать что таиландское правительство делало чуть больше чем российское для поддержания и бизнеса и населения здесь выдавались пособия причем они неоднократно выдавались по-моему порядка сорока нет двадцати по-моему миллионов тайцев получили пособия на которые можно было действительно несколько месяцев прожить не очень не очень богато да прожить но тем не менее несмотря на это выросла очень сильно задолженность причем задолженность перед микрокредитными организациями в сельской местности задолженность выросла то есть какие-то местные которые выдают под безумные проценты своим своим соседям деньги потом требуют эти деньги назад и местных регуляторов большая проблема как классифицировать эту задолженность как ее вообще оценивать и что с этой проблемой как эту проблему решать что с ней делать в будущем вот и вторая проблема которая наверное является корнем в том числе и задолженности в Таиланде сумасшедшее неравенство между богатыми и бедными традиционные коэффициенты которые для этого используются там коэффициент джини показывают что Таиланд входит регулярно просто входит в тройку самых неравных стран мира если не ошибаюсь последний раз Таиланд занял то ли первое то ли второе место год назад когда публиковали и в тройку было три страны это Таиланд Индия и Россия вот там можно поспорить что Россия по ряду показателей на самом деле не должна входить но тем не менее вот Таиланд является одним из самых неравных государств поэтому сейчас в данной стране одним из главных обсуждений в общественно-экономической жизни является повышение минимум давайте дальше тогда пойдем в принципе у правительства Таиланда есть представление о том что они должны делать чтобы развивать страны и восстанавливать после ковида ну вот на этом слайде видите большую информацию про Таиланд 4.0 последние годы очень активно продвигается эта идея то есть это переход промышленности Таиланда к технологиям четвертого промышленного уклада ну что это значит на самом деле до конца по-моему тайцы сами не понимают что это значит промышленность смарт или умный и вот примерно получится то что тайцы хотят получить на выходе то есть речь идет об автоматизации производства об использовании промышленных роботов в производстве о цифровизации общества о цифровизации процесса производства тоже вот и так далее и тому подобное как они это собираются делать опять же сейчас Таиланд является страной рецепиентом иностранных инвестиций это значит что в основной своей массе не инвестируют в другие страны есть такие прецеденты в том числе связанные с Россией в Таиланде есть крупный очень инвестор в российскую экономику опять же попозже об этом подробнее скажу вот а сейчас тайцы хотят привлекать инвестиции в 12 так называемых S-curves как они их назвали то есть ключевых точек роста ключевых отраслей экономики которые они считают должны стать драйверами роста для всей страны вот на слайде видите эти отрасли компании иностранные которые будут создавать подобные производства или инвестировать в эти сферы промышленности будут получать всевозможные привилегии льготы освобождения от налогов создана специальная экономическая зона к востоку от банкока называется восточный экономический коридор и в рамках этой территории выделяются земли выделяются офисы опять же там большое количество льгот пока российских инвесторов практически нет в принципе мы в нашей работе тоже заинтересованы в том чтобы привлекать наши компании в Таиланд потому что это укрепляет связи между государствами и сближает нас не только на экономическом но и на личностном уровне вообще надо сказать что ключевой инвестор в таиландскую экономику это Япония на Японию приходится почти 30 процентов всех иностранных инвестиций в Таиланде 29 процентов помимо Японии это США это давний союзник Таиланда и вообще надо сказать что когда приехал в Бангкок меня поразило насколько это американизированная страна если бы я не знал историю не знал что Таиланд никогда не был колонией я бы решил что Таиланд когда-то был колонией США потому что здесь везде американские бренды американские рестораны фастфуд так далее культурное влияние здесь сумасшедшие тайцы в принципе очень сильно ориентированы на США еще 15 процентов приходится на Сингапур ну я так про себя думаю что из этих 15 процентов которые Сингапур инвестировал в Таиланд значительная доля это китайские компании которые используют Сингапур в качестве прокси для инвестиций это в принципе практика известная и в других странах там в том же Вьетнаме например ну вот инвестиции из России незначительные хотя они тоже есть в основном они сосредоточены в сфере услуг то есть это наши граждане которые приезжают в Таиланд открывают здесь гостиничный бизнес ресторанный бизнес ну в общем то да в основном так при этом Таиланд действительно является крупным инвестором в Россию есть такая крупная корпорация в Таиланде называется CP Group это крупнейший производитель продуктов питания в стране по сути монополист на рынке свинины компания огромная у нее огромные международные активы 50 процентов бизнеса приходится на Китай вообще если верить по информации которую дает сама компания это был первый иностранный инвестор в Китае после того как Дэн Сяопин начал либерализацию этой страны в Россию порядка двух миллиардов долларов уже вложено довольно много для азиатской страны и сейчас они являются одним из крупнейших производителей свинины и курятины на территории России только в прошлом году они купили очередные фермы вошли по-моему в пятерку по производству мясной продукции давайте дальше пойдем несколько слов про торговлю в целом ой Таиланда ну как видите на этом слайде в восемнадцатом году товарооборот Таиланда с миром и с Россией рос уверенными темпами и бил рекорд если не ошибаюсь то это вот показатель 501 миллиардов долларов США это был крупнейший это был крупнейший объем товарооборота в истории Таиланда с миром но ковид внес свои корректировки и очень сильно пострадала торговля Таиланда вообще вы наверное знаете что страны юго-восточной Азии в принципе во многом живут за счет торговли это было и исторически так географическое положение и товары которые производились на островной части юго-восточной Азии на материковой пользовались популярностью в Индии в Аравии и в Европе тоже вот ну сейчас это безусловно так то есть там можно в интернете найти цифры о том какой объем торговли приходится на этот регион это по-моему самый АТЭС азиатско-тихоокеанский регион это вообще у нас является рекордсмен по объемам торговли вот поэтому для Таиланда конечно же падение торговли во время ковида это был большой удар для экономики сейчас одним из приоритетов помимо тех 12 отраслей речь идет про инвестиции но если говорить более реальными вещами то министерство торговли Таиланда считает что для того чтобы развивать экономику и восстанавливать ее в первую очередь нужно поддерживать местных экспортеров на этом делается акцент вообще основными торговыми партнерами Таиланда являются Китай Японии и США это три страны на которые приходится больше 40 процентов всего товарооборота из этого можно понять с кем Таиланд пытается дружить и соблюдать хорошие дружественные отношения помимо этих трех стран на десятку асиан приходится еще огромное количество товарооборота и таким образом можно сказать что это основные торговые партнеры для Таиланда Россия занимает скромное 30 место и сейчас всего лишь порядка полупроцента приходится на нашу страну товарооборота России и Таиланда да попозже поподробнее про это скажу ну опять же Таиландом занимаются лучше осведомлены но наши отношения с тайцами с тайским государством довольно насчитывают на данный момент 125 лет в этом году отмечается 125 лет основания дипломатических отношений между Россией и Таиландом еще в конце 19 века цесаревич Николай будущий император Николай второй посетил страну и подружился с королем Чулуланкорном эту дружбу они сохранили и позже Таиландский король использовал свои отношения с российским императором для того чтобы балансировать между набирающими силу местными империями империями которые имели владение в юго-восточной Азии между французской и британской империей в 1897 году была сделана фотография которую вы видите в Петербурге когда Таиландский король посетил нашу страну во время европейского Турне его приняли как равного монарха что позволило позже выступать с определенной такой с позиции равенства и с другими европейскими державами Таиланду и в принципе есть такое мнение что во многом благодаря поддержке России Таиланд смог сохранить свою независимость и так и никогда не стал в колонии некоторые тайцы такой позиции тоже придерживаются кстати и я даже удивляюсь иногда ну не ожидаешь что тайцы будут знать ну да вот они знают часто такие факты позже после семнадцатого года отношения между нашей страной и Таиландом были разорваны во многом это было связано с приходом к власти большевиков революции и убийством императорской семьи вот однако после Второй мировой войны отношения были восстановлены ну это это произошло еще до окончания Второй мировой войны в сорок первом году вот и до сих пор в принципе у нас с Таиландом сохраняются довольно дружественные отношения вот кстати интересный факт не все это знают но Таиланд по сути выступал на стороне оси зла во время Второй мировой войны вот ну и потом этот вопрос довольно так сложно запытались замять вот на этом слайде вы видите статистику товарооборота России и Таиланда в прошлом году так несколько слов наверное про те товарные позиции которые являются основными для наших стран что мы покупаем в Таиланде да что Таиланд продает России ну Таиланд в основном заинтересован приобретение нефтепродуктов из Российской Федерации приобретает это через сингапурскую биржу помимо этого в Таиланд из России везут черную продукцию черной металлургии и удобрение на эти три товарные позиции приходится наверное основное основная часть российского экспорта в Таиланд при этом мы сейчас очень заинтересованы в том чтобы увеличивать процент продукции с добавленной стоимостью в российском экспорте Таиланд это тоже касается определенные подвижки здесь есть последние годы в Таиланд поставлялась авиатехника из России в частности несколько лет 5 назад поставлены были два самолета сухой суперджет официально они были поставлены для вооруженных сил Таиланда однако по неофициальной информации которую я тоже подтвердить не могу эти самолеты использовались для королевской семьи то есть они отлетали члены королевской семьи помимо этого в Таиланд поставляется довольно большое количество российской вертолетной техники используется эта вертолетная техника как военными так и гражданскими службами Таиланда в частности в прошлом году был интересный инцидент в Бангкоке произошел взрыв на химическом производстве горел очень крупный химзавод и на протяжении недели его тушили российские вертолеты картинка разошлась по интернету вызвало много обсуждений тайцы восхищались российской вертолетной техникой но помимо этого также возмущались их стоимостью потому что оказалось что вертолеты покупали по очень завышенным ценам интересные факты а в свою очередь из Таиланда Россия покупает машины и оборудование если посмотреть статистику статья так называется сюда входит в основном бытовая техника кондиционеры холодильники офисная техника принтеры ноутбуки и как я уже говорил всевозможные накопители жесткие диски флешки и так далее секундочку чтобы вас не обмануть давайте я открою статистику если вам будет интересно если кто-то пишет работу по торгово-экономическим отношениям я потом могу поделиться ссылками где вы можете подробно всю статистику взять вот вот собственно импорт Таиланда из России вот можете посмотреть что здесь речь идет про нефтепродукты в первую очередь это 50% черные металлы 11% удобрения 10% алюминий 8% ну и вот как я и говорил авиатехника это по сути вертолет на них приходится 6% в свою очередь Таиланд вставляет в России вот тракторс ну это опять же оборудование если смотреть подробнее там окажется что под позиции тракторы на самом деле какие-нибудь кондиционеры а резина кстати надо сказать что Таиланд является крупным одним из крупнейших мировых производителей натурального каучука это очень важная статья для тайцев для них это сельскохозяйственная культура представляет первостепенный интерес наравне с рисом и да и помимо этого еще Таиланд кстати выступает крупным экспортером продуктов неорганической химии органической химии прошу прощения поэтому из Таиланда мы в основном везем продукцию уже с высокой добавленной стоимостью ну и вот фрукты и овощи тоже ну я думаю речь идет в первую очередь о тропических фруктах тайландские манго и так далее вот раньше еще в своей презентации я сказал что торговля для Таиланда представляет большой интерес и во многом является основой развития экономики страны тогда вот давайте немножко разбавлю свою монотонную лекцию интерактивом вопрос такой какой торговой не организации какому торговому блоку да какой зоне свободной торговли присоединился Таиланд и эта зона свободной торговли начала работать с января текущего года кто знает ответ вред и на данный момент это самая большая в мире зона свободной торговли которая в которой входит Китай в том числе уже по населению это огромный огромный рынок и тайцы рассчитывают что присоединяясь к различным зонам свободной торговли заключая соглашение свободной торговли с иностранными государствами они получат доступ своим товаром на перспективные рынки в первую очередь им сейчас интересен конечно же Китай Южная Корея Япония в них уже действует соглашение США с Австралией с рядом государств АТЭС к сожалению с Россией ССТ нет и для тайцев это вопрос в общем-то очень интересный но на данный момент насколько мне известно пока не планируется такое соглашение что еще вам можно было бы интересно рассказать давайте расскажу про то как Таиланд справился с ковидом надо сказать что в Таиланде эпидемия коронавируса развивалась по сценарию совершенно не похожему на российский в 19 в 20 году когда началась эпидемия в Таиланде не было практически ни одного случая то есть они были конечно но по сравнению с Европой с нашей страной в Таиланде наблюдалась очень спокойная обстановка при этом СМИ и государственные чиновники нагнетали очень сильно с опасностью которую представляет коронавирус тайцы очень сильно боялись испугались и до сих пор переживают что их эта беда не обойдет стороной но отчасти такая благоприятная обстановка была достигнута тем что тайцы полностью закрылись от внешнего мира прилететь сюда было практически невозможно долгое время было это вообще нельзя сделать до последнего момента сохранялись строгие правила въезда когда нужно было быть не только вакцинированным но пройти карантин в 21 году ситуация изменилась к сожалению из-за того что местные крупные корпорации не стеснялись возможности сэкономить и заработать во время кризиса ввозили большое количество мигрантов из Мьян делали это нелегально их разумеется никто не проверял про вакцины тогда еще речи не шло и в итоге на рынках строительных площадках Таиланда начиная с января 21 года произошло несколько вспышек крупных коронавируса в итоге болезнь распространилась по всей стране и даже в состоянии изоляции Таиланд довольно сильно уже пострадал после этого на данный момент порядка 4 миллионов случаев всего было зафиксировано в Таиланде в день порядка 8 тысяч сейчас заболевших но на данный момент как-то люди уже немножко подуспокоились потому что приходит понимание что если не открывать страну и не возрождать туризм то наступят очень тяжелые времена для экономики потому что какого-то ресурса прочности уже не остается поэтому сейчас Таиланд идет по пути признания коронавируса эндемическим заболеванием что пока планируется сделать 1 июля после чего скорее всего абсолютно все ограничения будут отменены или останутся какие-то только самые-самые элементарные можно будет приехать сюда вот студенты ИСА должны будут приехать поэтому я думаю что у вас проблем каких-то с приездом в Таиланд не будет карантин вам проходить надеюсь тоже не придется на этом я хотел закончить презентацию наверное пару слов в заключении хотелось бы сказать еще о нынешней ситуации которая влияет на развитие отношений между Россией и Таиландом тоже в принципе тайцы достаточно нейтрально на государственном уровне отнеслись к событиям на Украине во время голосования в ООН они выступили там по первому голосованию поддержали резолюцию которая у нас в СМИ написали была направлена против России но для тайцев это было в первую очередь не выбор стороны какой-то определён они мотивировали это тем что они выступают за мирное урегулирование любых конфликтов и за отказ от военных действий в принципе на самом деле надо сказать что на тайцев в этом вопросе во многом оказывается давление со стороны их ключевых экономических партнеров то есть США Японии Евросоюз оказывает тоже давление и поэтому так бы тайцы на самом деле скорее всего по всем резолюциям по всем голосованиям придерживались нейтральной позиции в принципе они этой нейтральной позиции стараются придерживаться в нашем сотрудничестве на данный момент они не отказываются сотрудничать с Россией ни в экономическом не в политическом плане какие-то санкции вводить они тоже не собираются но при этом нужно понимать что для Таиланда отношения с другими странами намного важнее Таиланд и Россия находятся друг от друга достаточно далеко между нами логистические маршруты очень не проработаны это тоже влияет на развитие торговли в том числе и поэтому связи между Россией и Таиландом сохраняются достаточно неплохие на человеческом уровне но с точки зрения экономического сотрудничества они довольно незначительные поэтому если станет вопрос между кем выбирать то конечно же Таиланд скорее всего будет делать выбор в пользу своих ближайших экономических торговых партнеров вот наверное на этом я закончу благодарю за внимание если у вас есть какие-то вопросы буду рад на них ответить спасибо спасибо большое Николай так я думаю вопросы у ребят все-таки возникнут так что не стесняйтесь я думаю что ребята у вас могут знать намного больше меня бывает все таки вы специализируетесь и на регионе и на стране я думаю что теоретическая подготовка у вас должна быть так вот Анастасия Александрова давайте лучше будем задавать вопросы если не сложно по аудио потому что так просто будет быстрее у нас будет с вами тогда диалог получаться просто вижу хорошо спасибо здравствуйте а я хотела узнать про ковидные ограничения я вьетнамист просто вот и мне было интересно сравнить потому что известно что во Вьетнаме тоже были очень строгие ковидные ограничения но насколько я слышала в Таиланде перед эпидемией было протестное движение какое-то и власти пользуясь ковидными ограничениями как раз его прикрыли это правда? ну это отчасти правда конечно потому что я думаю что в любой стране мира про любую страну мира можно примерно такое сказать я думаю что сейчас тенденция похожая есть везде мы можем посмотреть многие страны где есть протестные движения и когда возникла возможность людей посадить дома и запретить им выходить на улицы участвовать в митингах протестах многие государства этим воспользовались многие правительства мира в Таиланде тоже так было но в 2020 году на самом деле да когда во всем мире бушевал ковид в Таиланде ввели довольно строгие ограничения в с марта по май 2020 года здесь действовал комендантский час после 9 часов вечера нельзя было находиться на улице было действительно довольно строго не работали магазины а я помню просто возникали проблемы когда я не мог купить воду вечером просто потому что магазины уже закрыты были даже 7-11 которые славятся тем что они работают круглые сутки и на этот период протестное движение действительно прекратилось но оно возобновилось с новой силой летом и осенью 2020 года и протестующих подавляли достаточно жестко конечно по сравнению с тем что тогда происходило в России это было ну совсем не жестко вот но для тайцев это на тайцев это произвело большое впечатление их при помощи водометов расстреливали толпу из водометов вот поэтому да отчасти можно сказать что правительство Таиланда использовало ковид для того чтобы ограничить возможности для протестов но я не могу сказать что уже там в 2020 году да или там второй половине 2021 года это играло какую-то большую роль протестное движение демократическое здесь все равно нарастало хотя вот на данный момент никаких протестных акций не проходит они незначительны и как-то все подзатихло я думаю что ситуация будет развиваться в начале следующего года перед выборами в стране хорошо спасибо большое николай за интересную лекцию у меня вопрос касается одного аспекта который вы немного затронули а именно региональные диспропорции экономического развития вот интересно узнать поподробнее заметно ли это допустим с точки зрения дихотомии север-юг или столичные столичного региона и туристических зон Таиланда насколько это влияет на экономическое развитие планирование хороший вопрос это заметно действительно очень заметно дело в том что в Таиланде кроме банкока нету крупных городов я не помню есть какое-то понятие в социологии когда в стране существует только один крупный мегаполис а все остальные города и территории зависят от него ну Таиланда это типичный пример такого если вы попробуете посмотреть статистику то больше ни одного города миллионника нет при этом в Таиланде по разным оценкам проживает от 6 до 12 миллионов человек если брать в Бангкоке брать большой Бангкок ближайшие по населению города там насчитывают 400 тысяч по-моему и при этом по-моему по статистике вообще Нон Табури считается вторым по величине городом а по сути это пригород Бангкок и некоторые даже считают его районом Бангкок вот это во-первых то есть все люди едут на заработки в Бангкок это центр притяжения при этом как я уже сказал если брать территорию северо-востока Таиланда так называемого Исана там проживает население которое этнически близко к лаосцам и вообще эта территория она находилась там в разные исторические периоды между лаосом и Таиландом там говорят на исанском диалекте тайского языка который по-моему лингвисты даже некоторые называют диалектом лаосского языка ну тут просто я не специалист меня поправят если кто-то знает и население там живет очень бедно потому что в основном она занята в сельском хозяйстве при этом земля и природные условия на этой территории не позволяют такую же урожайность как скажем в центральном Таиланде центральный Таиланд это достаточно благополучная с точки зрения ведения сельского хозяйства территория я даже помню читал какие-то книжки про середину двадцатого века в Таиланде и по оценкам социологов того времени нельзя было представить революцию в Таиланде потому что в среднем крестьяне получали еды достаточно для пропитания при любых условиях в любые даже самые голодные годы то же самое нельзя сказать по северо-восток там собирают намного меньше урожая там постоянно находится угроза голода это очень засушливый регион и поэтому во времена правления короля рама девятого основные проекты по поддержанию населения как раз сводились к тому чтобы обеспечить Исан водой и даже знаете как в России разгоняют тучи перед парадом например 9 мая а в Таиланде наоборот при помощи химикатов вызывали дожди и для тайцев особенно для необразованной части это было подобно магии божественного вмешательства и вот я даже недавно видел одну книжку там сравнивали короля Адулья Дета Кумипона с водой то есть ему дают какой-то титул как там про нам по-моему я могу ошибаться то есть его как бы называли грубо говоря священной водой настолько важна вода для крестьян Таиланда что вот короля сравнивают с водой поэтому большинство людей которые из Исана приезжают в Бангкок они работают ну они поступают как такие трудовые мигранты вот как в России к сожалению да мы видим много мигрантов из Средней Азии которые вынуждены работать на самых низкооплачиваемых работах тут также многие мигранты из Исана север Таиланда тоже достаточно бедная территория хотя она не так густо заселена как Исан поэтому там проблемы не так подсвечены вот на юге Таиланда существует другая проблема там существует пограничный спор с Малайзией и время от времени происходят террористические акты поэтому там соблюдается довольно напряженная обстановка с точки зрения безопасности вот наверное надеюсь что на ваш вопрос ответил да спасибо очень интересно если пока нет других вопросов можно еще один задать можно много вопрос касается экологической повестки и борьбы с изменением климата насколько Таиланд на уровне интереса к технологиям допустим к зеленым технологиям насколько он активен насколько он участвует в этой повестке есть ли цель по углеродной нейтральности как у некоторых соседей посе да это очень актуальный вопрос для Таиланда они принимали участие в саммите в Глазго там выступал премьер-министр Ченача но на самом деле вот когда мы говорим про высокие технологии Таиланд и про какую-то повестку развития то на словах говорится очень много очень много красивого если вы например из Москвы изучаете эту страну то у вас может сложиться впечатление что Таиланд это очень продвинутые государства потому что на бумаге как пиар определенный делается очень много говорится очень много правильно на практике делается очень мало развитие происходит достаточно медленно но оно происходит на данный момент есть озвучивались цели они не были зафиксированы в документах и последний раз я пару месяцев назад смотрел они собирались писать новую стратегию развития энергетики Таиланда и там прописать какие-то новые показатели с развитием на перспективу в 50 лет вообще речь идет о том чтобы достичь углеродной нейтральности чтобы вот я вас не обманул по-моему в 2050 году я просто обратил внимание что там цифры не уступают российским или даже более амбициозные чем российские вот я если если вам это интересна тема я могу потом уточнить и прислать справку потому что просто сейчас точно точно год не вспомню там 50 или 65 год стоял для этого что собирается Таилан делать ну как я уже сказал они собираются изменять энергобаланс то есть больше использовать газ сейчас в стране строятся приемные СПГ терминалы собираются покупать больше СПГ кроме того они импортируют электроэнергию из Лаоса которые генерируются на гидроэлектростанциях в Таиланде сейчас крупные компании энергетические это ПТТ это ЕГАД энергогенерирующее агентство ряд других корпораций в том числе частных они занимаются тем что они диверсифицируют портфель свой энергетический портфель и начинают вкладывать активно в альтернативные источники энергии то есть это ветровые электростанции и солнечные электростанции вот сейчас на юге Таиланда если не ошибаюсь ЕГАД должен был запустить проект по созданию плавучей электростанции которая питается этой энергией солнца то есть такие проекты здесь существуют помимо этого ну для Таиланда актуальна проблема экологии с точки зрения выбросов атмосферных газов от автомобильного транспорта и мотоциклов поэтому тайцы сейчас начинают вкладывать деньги в электромобили то есть они они являются одним из центров международного производства автомобилей здесь практически все японские компании собирают свои машины и Форд тоже собирает и поэтому они хотят модернизировать это производство они уже начали строить заводы по производству аккумуляторов для машин и в будущем собираются производить автомобили вот в прессе пишут сумасшедшие цифры о том что к 2030 году то ли 30 то ли 50 процентов всех автомобилей на дорогах Таиланда уже будут электромобилями я вам сразу скажу не верьте это неправда такого не будет но тенденция есть и цели такие обозначаются поэтому да для тайцев это актуальный вопрос вообще экология здесь конечно не самая хорошая особенно это касается Бангкока и севера страны Чангмая в феврале марте каждого года в Чангмая стоит такой смог что люди плачут кровавыми слезами публикуют это в фейсбуке причем власти отрицают то есть они не отрицают они просто не могут назвать точную причину почему это происходит они говорят что это какие-то ультра тонкие частицы которые от автомобилей от промышленных производств ограничивать промышленные производства разумеется они не будут потому что это по экономике будет бить и от себя добавлю что мы по наблюдению видим что это еще связано с сельскохозяйственным производством потому что в Таиланде в эти сезоны начинают сжечь поля начинают сжечь сахарный тростник здесь есть такой способ сбора урожая сахарного тростника когда его просто поджигают сначала чтобы не очищать от листья а потом собирают обожженный и плюс из соседних стран например из Мьян там тоже там до сих пор в некоторых пограничных районах используется подсечно-огневое земледелие начинают сжечь поля для повышения для повышения плодородности и этот дым идет в Таиланд поэтому да проблемы экологии здесь есть какой в Таиланде основной способ получения энергии сейчас вот не хочу не хочу обманывать я могу посмотреть справочные материалы которые у меня есть по процентам я могу вам прислать потом на имейл или в чат какой-то спасибо хорошо но это не альтернативная энергетика точно ну понятно да что это не альтернативная поэтому они довольно много покупают в лаосе гидро энергии да газ используют на своих станциях тоже что касается солнца ветра это конечно не актуально спасибо николай спасибо большое за такой содержательный доклад меня как выпускницу не может не волновать вопрос связанных с карьерными перспективами вот нуждаются ли в торговом представительстве специалисты изучающих тайский язык спасибо ну наверное всегда нуждаемся я не не могу за нашу кадровую службу отвечать там по каким-то там свободным должностям и так далее но если вам интересна такая карьера то я вам советую ну во первых давайте тогда поддерживать определенный контакт я всегда открыт для общения вот на данный момент торговые представительства работают с системе Минпромторга России поэтому все назначения ведутся через Минпромторг вот насколько я знаю у них политика сейчас такая что сотрудники которые идут в торгпредство должны сначала поработать 2-3 года в министерстве потом при наличии свободных ставок их отправляют за границу причем не обязательно на самом деле даже можете с тайским языком уехать и в другие страны если там не обязательно знание местного языка вот но в принципе да такая возможность есть и бывают прецеденты когда люди сразу в торгпредство приезжают на работу минуя министерство но для этого я вам советую быть на виду общаться с министерством промышленности и торговли да направлять им свои просьбы о практике о прохождении практики чтобы они вас знали лично да вот продолжайте общаться с нами какие-то вопросы если у вас возникают мы тоже в свою очередь будем информировать наш центральный аппарат минэк сейчас не отвечает за отправку людей в торгпредство но там существует отдел эсиан люди с которыми я работал раньше поэтому тоже с ними поддерживайте контакт вот сколько я знаю ваши ваши однокурсники проходили там практику но это не мои у нас в СПБГУ к сожалению никто не проходит практику поэтому очень интересно будет получить контакты ну я могу можете мне писать напрямую на самом деле но я советую просто я в любом случае посоветую после этого связаться с министерством промышленности потому что они определяют людей которые едут на работу в торгпредство скорее всего они просто захотят с вами познакомиться пообщаться они в свою очередь заинтересованы в привлечении новых сотрудников потому что там довольно большая текучка и специалистов по Юго-Восточной Азии там очень мало там их практически нет даже в отделе который занимается Юго-Восточной Азией там по-моему нет ни одного человека который бы до этого учился на этом направлении или владел одним из языков поэтому они заинтересованы в этом насколько помню в общем мои коллеги из Минпромторга приходили в САА месяц или два назад вот поэтому да ну можете мне написать просто я вас направлю тогда кому нужно хорошо спасибо вам большое здравствуйте спасибо вам большое я хоть и вьетнамистка но мне было интересно послушать про Таиланд не могли бы вы рассказать побольше именно о своей карьере о своем пути где вы учились как попали в торгпредство конечно я закончил финансовый университет при правительстве российской федерации факультет международных экономических отношений после окончания университета я как и многие студенты бывшие плохо представлял чем буду заниматься были какие-то идеи склонности интересы я оказался в системе государственных органов работал в министерстве регионального развития непродолжительное время быстро понял что это мне неинтересно это абсолютно не мое и у меня был давний большой интерес к странам востока истории Азии к экономическому развитию в этом регионе поэтому я начал пытаться устроиться на работу в департамент Азии Африки Латинской Америки на тот момент звонил им отправлял свое резюме принимал участие в конкурсах на включение в кадровый резерв меня включали в кадровый резерв не было должностей потом мне перезванивали должности были проходил еще какие-то собеседования в итоге через какое-то время у меня все получилось я устроился на работу в департамент Азии где мне собственно и поручили заниматься Юго-Восточной Азии я занимался на протяжении трех с половиной лет российско-вьетнамскими отношениями неоднократно был во Вьетнаме занимались организацией межправ комиссии возможных рабочих групп развивали отношения продвигали интересы экономические во Вьетнаме помимо этого я занимался какое-то время Мьянмой Таиландом Малайзии даже Бурнеем немножко вот ну и когда появилась такая возможность освободилась позиция в Таиланде я приехал на работу сюда в 2018 году и так совпалось что с моим приездом сюда торгпредство по решению правительства передали ведение министерства промышленности и торговли поэтому сейчас наверное путь ваш если вы хотите устроиться на работу будет немножко другим и решение будет принимать уже Минкомторг вот но я хочу сказать что в Минэкономразвитии сейчас тоже есть ставки за границей если вам интересна работа за рубежом в том числе в Юго-Восточной Азии там людей направляют так называемыми торговыми советниками при посольстве и в некоторых странах это даже более интересно и привлекательно чем работа в торгпредстве хорошо спасибо большое вот у меня еще вопрос такой скорее более бытовой вот когда вы переехали в Таиланд было ли вам тяжело адаптироваться к новой стране к новому климату как вам было без знания языка и как вы вообще привыкли честно говоря было очень легко Таиланд достаточно дружелюбная страна и здесь очень много иностранцев Бангкок это город пересечения всех культур всех религий всех языков поэтому в принципе адаптироваться было несложно к жаре я не адаптировался до сих пор но это уже это уже личная особенность если вам нравится жаркий климат то проблем с этим не будет вообще никаких вот мне наоборот было комфортно потому что я оказался в своей тарелке и по работе которую я делал и делаю здесь и культура мне безумно интересная местная культура местная кухня у меня никогда не было каких-то какого-то отторжения к сожалению некоторым людям в Азии совершенно некомфортно когда они приезжают сюда они уже через несколько месяцев возвращаются обратно потому что просто не выдерживают неинтересно некомфортно это очень отличное от нашей культуры конечно но мне это только интереснее от этого поэтому если вам нравится все необычное то я не думаю что вам будет сложно вот что касается знания языка то в работе знание языка скажем так в Таиланде оно не является обязательным у нас не так много специалистов с тайским языком и в принципе все ваши контакты здесь которые вам необходимы именно в профессиональном плане говорят по-английски вот ну конечно же знание тайского языка приветствуется я его здесь начал учить я его потихонечку учу в основном на практике но я вам честно скажу что просто применение тайского языка все равно очень ограничено и ну это будет большой плюс это может вам очень помочь в отдельных ситуациях да но не является чем-то обязательным для выживания работая в торгпредстве или в посольстве спасибо спасибо есть ли еще у кого-то вопросы так у Екатерины вопрос есть да здравствуйте спасибо большое за ваш за ваш рассказ о Таиланде а можно у вас еще попросить подробнее рассказать про ваш рабочий день вот чем вы занимаетесь и что вы делаете ну как просыпаюсь просыпаюсь в бывающем именно с рабочей стороны то есть чем вы занимаетесь я понимаю я понимаю я понимаю очень-очень разными вещами мы занимаемся то есть работая здесь нужно понимать какие-то формальные документы ну как скажем так если вас вас интересует вопрос как бы что вы должны уметь наверное делать да и вообще что что здесь люди делают да ну нужно понимать что это госслужба да то есть это бюрократическая деятельность то есть вам нужно большая часть работы связана с подготовкой разных документов это могут быть аналитические документы то есть мне приходится много анализировать информации торговые информации связанные с инвестициями анализировать отдельные отрасли в Таиланде то есть мы получаем запросы от разных органов власти из России мы получаем запросы от разных компаний из России которые хотят выйти на местный рынок и вот например какая-нибудь компания хочет выйти сюда поставлять муку да ну я как пример говорю муку и мы должны изучить рынок муки в Таиланде кто является основными покупателями потребителями и так далее всю эту информацию собрать, аналитически проанализировать и представить в виде документа письменного. То есть вам нужно уметь хорошо писать, излагать свои мысли логически и стройно, анализировать информацию. На это приходится очень много работы. Наверное, половина где-то работы – это сидение перед монитором компьютера и подготовка подобных документов. Помимо этого, подготовка документов, которые связаны с Минпромторгом, Министерством, подготовка отчетов по формам различным, статистики, изучение статистики и так далее. Помимо работы в офисе, бумажной работы, наверное, половина времени, особенно до ковида, приходилось на переговоры, на знакомство с людьми полезными и интересными. Участие во всевозможном нетворкинге. Мне, в принципе, это очень нравилось в этой работе и нравится то, что у нас очень разнообразно все. Мы можем… Мы, с одной стороны, проводим часть времени в офисе, когда нужно включать аналитические способности, часть времени работая с людьми. То есть, в принципе, работая здесь, важно уметь находить общий язык с людьми, причем с людьми других культур, других национальностей, других вероисповеданий, выстраивать с ними формальные и неформальные отношения, в том числе, чтобы получать какую-то необходимую информацию об экономике страны, помогать российским компаниям продвигаться здесь. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Да-да-да, ответили. Спасибо большое. Очень интересно. А сложно ли вести переговоры с тайцами? И какие особенности? Ну, по-разному бывает. Я бы так сказал, если тайцам интересна тема переговоров, то несложно. А если неинтересно, то вы можете вести их сколько угодно, и это не имеет никакого смысла и значения. Самая большая сложность в общении с тайцами в плане менталитета заключается в том, что когда мы говорим про каких-то экономических операторов, госслужащих, если вопрос им неинтересен, то они, как правило, просто уходят от общения. То есть они никогда не скажут вам отрицательный какой-то ответ. Они просто сделают вид, что либо вы не существуете, либо не существует проблема. Вот в этом сложность есть. Но если им интересно то, что вы предлагаете, то они идут на контакт, и с ними очень комфортно общаться и работать. Понятно. Спасибо. Хорошо, но если тогда вопросов больше нет, я думаю, мы можем завершать. Спасибо большое, Николай, что смогли к нам сегодня присоединиться. Спасибо за ваш очень подробный и интересный рассказ. Будем ждать вас снова на наших мероприятиях. С удовольствием. Если у вас какие-то вопросы есть, можете мне писать. Какие-то, опять же, какую-то информацию, если хотите, чтобы я вам прислал. Статистику или ссылки на ресурсы в интернете, тоже обращайтесь. Я всегда открыт к общению. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. Вам спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok